доброе утро ребятам время уезжать я сейчас такая думаю вчера точнее думала ладно не буду есть завтра вообще даже завтракать ну тоже не можно до 12 только потом все сейчас такая лежа лежала туда блин ладно съем всем белую булочку с маслом белый хлеб можно было короче поесть до 12 и такая встаю и время 12 01 ну может быть можно конечно быстро запихнуть то по моему еще так думаю по моему можно было белый хлебом позавтракать до 12 еще типа просто бульончик выпить ну просто бульон выпить я вообще не вижу смысла я все равно буду чувствовать голод есть хлеб съела туда но все ладно будет такой мне челлендж еще никогда по моему не было такого чтоб я не ела сутки да ну хотя бы раз в день где все равно там что-то ела завтра у меня будет процедура поэтому в принципе сейчас пока соберемся пока приедем домой там все разгрузимся уже надо этот раствор пить мне многие пишут что он очень противный не знаю принципе это два стакана всего то сегодня один стакан и завтра второй стакан но его нельзя залпом выпить его нужно в течение 10 минут растягивать пить потом много жидкости пить ну посмотрим пока не боюсь я если я чего-то не знаю еще не испытывал то мне не страшно вот я помню с родами когда я шла рожать мне писали а ты не боишься я вообще не боялась вообще ноль мне было дико интересно как это потому что мне всегда кажется что у меня будет по-другому и мне будет не больно мне будет не противно мне я смогу там я смогу противостоять вот этому я смогу противостоять вот этому я смогу выдержать это у меня всегда поначалу завышенные ожидания да то есть мне кажется что со мной будет по-другому рожу я вообще без боли напиток этот который все говорят противный мне будет не противно мне покажется что он сладкий там губы колосим боли мне будет не больно я да вот нет искренних всегда так кажется но посмотрим сладки все-таки были болючие но вот когда я шла я то этого еще не испытывала поэтому мне вообще не было страха вот если уже испытала и второй раз мне сказать давай рожать может быть уже страх был бы был бы если бы это было сразу сейчас я уже опять забыла мне уже кажется ну не так уж это было и больно ну я в итоге родила мне делали кесарева но схватки то я испытывала ну да это было больно но тебе больше если бы это было часов 5 и родила то мне кажется мне вообще было нормально а так как это было у меня больше суток больше суток я поступила не буду отошли ночью родила я на следующий день в 10 вечера почти что ну сладкий где-то ну ну двух больше суток были где-то с обед или с 4 вечера у меня начались просто меня выбило то что это так долго длилась да то есть так долго уже под конец ты просто измотанная измотана и те уже просто хочется вот так лечь поспать а ты понимаешь что сейчас вот тебя схватка отпустила что ты не можешь уже отдыхать в эту минуту а ты уже у тебя уже трясет потому что знаешь что сейчас опять будет так больно то есть ты и в промежутные схватки уже примешь в паузы точнее между схватками уже не отдыхаешься поначалу это к классе у а потом ой класс то тут уже было у а потом когда пауза ты думаешь ой сейчас опять будет у и не расслабляешься да и вот это меня измотала но опять-таки это у меня очень быстро забылось и мне кажется я вот как как только мне потом вы не ли вынули ребенка и уже не помнила не было какой-то травмы или каких-то вот это быстро это ушло ну было больно и было ну прошло же вот так не было это хотела просто рассказать что я не успела позавтракать сейчас я буду собирать вещи надо на массаж записаться и мы будем выезжать с папой в Берлин там пакет стоит чемодан сумка и еще коробка коляска уже в машине просто капец я вот у меня в отпуск меньше вещей чем когда к родителям вот спрашивали как белый чемодан себя ведет ну вот вот так закрой глаза соня не подглядывай не подглядывай глазки закрыты не подглядывай не подглядывай что это для ляля для какой это стульчик для нее да а это кроватка смотри вот одеял положили спать ой аккуратненько вот можно укрытая подушечка нравится ты можешь ее кормить здесь да соня это столик как у тебя теперь у тебя есть колясочка стульчик кроватка аляска там щас тебе принесу классно зоня нравится ай глаза закрыла видел какой-то первый раз спать легла надо ой наоборот спи ляля скажи скажи спят усталые это подушечка не надо не подушечку почему почему не надо соня без подушки спит да правильно маленькая да она должна ровно лежать чё она будет искривляться позвоночник вот ты можешь идти в колясочку сюда тоже на прогулку деда деда ляля деда ляля деда ляля деда большой он туда не сможет сесть деда 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 дед 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 что будет. Ну, пока еще более-менее все равно нормально. Посмотрим, что будет к вечеру. О, да! Короче, я, помните, заказывала себе разные штуки для наушников, да, насадки. Ну, все прикольно-прикольно, но в быту, я думаю, блин, такое огромное. Хотя банан последний, да, он огромный. Вот этот банан я вижу, в принципе, отовсюду. Посмотрим. Может быть, буду менять, не знаю. Классные. Только вот эти штуки, зачем они делают? Ну, банани тоже. Ну, понятно, зачем. Тут карабинчик есть. Ой, тут еще, а не просто карабинчик, тут еще с брелком. Как правильно? С брелком или с брелоком? Я всю жизнь говорила с брелком. Брелок, брелки. А вот слушаю аудиокниги и слышу, что там говорят брелоки. Или это вообще разные слова? А ну-ка, напишите мне. Смотрите. С цветочком. Не, ну это уже too much будет. Я бы вообще вот это отрезала. Я, наверное, так и сделаю. Симпатичная. Так, окей. И какая-то посылка, как будто бы книги, но это не книги. Ниги я не заказывала. Мне кто-то там написал. Ну что, с книгами Эпопея прошла? Я думаю, почему Эпопея? Я сразу, сразу спокойно сказала, какой у меня план. Я делала специально полки. Я хотела полки заставить книгами, чтобы потом иметь возможность выбирать. Я это сделала. Я заставила их книгами. Ну, можно еще цветы убрать и там поставить, но я хочу какое-то пространство, все равно, что было, чтобы иметь возможность еще что-то покупать. Но именно, как я и хотела, я так и сделала. А-а-а! О-о-о! О-о-о! Что мне пришло? Посмотрите, что мне пришли. Гаджеты. Но об этом чуть позже. Ребята, у меня кружится голова. Нету голода, чувства голода нету. Есть слабость. Сейчас ровно сутки, как я не ем. Люди дольше выживали. Но мне, вот знаете, я такая заторможенная. Мне хочется просто лечь и лежать. Я уже два часа переношу вещи в шкаф. Вот просто какая-то заторможенность. Вот как будто бы я не выспалась. Вот такое чувство, чувство голода. У меня был аппетит. Сейчас и он ушел. Вообще кушать как-то даже и не хочется. Хочется просто лежать. Значит, у меня здесь 500 миллилитров воды. Даже 500? Да. Я себя как будто в тумане слышу. Что будет завтра, я вообще не знаю. Есть. Надо лечь спать и спать. Так много. Это вообще мега... По-моему, это... Ой, сынечка. Я торможу. Торможу просто. Телефон что-то говорила. Мега тормозила. Ладно. Высыпаем это туда. Да. Привкус манго написано. Фу, я манго, честно говоря, не люблю. Пахнет вроде приятненько. Я пока не знаю. Выпить эту же смесь нужно в течение примерно 25 минут, ну, получаса. и еще 2-3 литра просто воды. Комочек плавает. Мне кокки нельзя, мне только жидкость может. Я уже думаю, надо было перенести термин, а не когда столько всего вкусного. Давайте попробуем. Нормально. Сначала... Ого, он концентрированный. Сначала такое ощущение, я ожидала сладкий вкус, такое ощущение, что пьешь соленый. Сначала первое ощущение соленый. А потом распробуешь, и вот как будто, знаете, этот юпи, или какой мы там пили, порошок, вот как будто бы вы его на язык себе высыпали без воды, мега концентрированный. Ну да, противненько. Противненько все-таки. Потому что, когда пьешь, соленый вкус. Если вы любите, может, боржоми, хотя я никогда не пила, может быть, вам зайдет. Потом нах кишмак, да, вот этот вот послевкусие, как юпи, приятненькое. Ладно, это не так много. Это дохрена я сейчас не пью. Не, нормально, нормально, нормально. Выпей. Фу, ребят, реально отвратительное пойло. Первые глотки еще нормально, а потом ты пьешь это соленое, такое просто соленое, вперемешку с вкусом манго, просто бэээ. И я сейчас оделась, потому что мне холодно. Я одела штаны, носки, майку, кофту. У меня просто ледяные руки. Не знаю, это, наверное, просто вот... Я не знаю, как люди голодают, да, вот они входят там. Конечно, там подход, это не так, с бухты барахты. Взял и решил поголодать, да. Там как-то несколько дней до, потом после. Какой-то правильный вход, правильный выход должен быть. Но меня, честно говоря, кружится голова, подташнивает и знобит. Просто отвратительно. Мне хочется все прервать, отменить термины и вообще просто лишь спать. Мы тут решили с папой собрать Стэйлин подарок. Второй. И первый был вот этот. Я вам показывала, это тоже было в моем списке. Вот этот вот набор, это парикмахер. Просто суперский. Тут даже есть, видите, утюжок. Ну, реально крутое. И зеркало, такое настоящее зеркало там. И вот это вот будет косметический столик. И, внимание, он тоже такой же фирмы, как кроватка, как стульчик, как подарок Мадине, который, да, с фруктами тоже. Короче, вот эта фирма делает классные детские игрушки. Выглядит, как и киевский шкаф. Пакс. Дофига всего. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ребята, вот только посмотрите, какая прелесть! Это просто стульчик, табуреточка и девячий столик с зеркалом. Это так мило! Значит, что тут было? Вот эти парочку я доложила. Вот такая резиночка, пилочка, заколочки, духи. Это лак для ногтей, помадки. Вот такая вот штука классная, тоже зеркало, типа тени, да? Посмотрите. Просто класс! И сюда же я доложила... А, вот здесь еще повесила ее украшение. Ой! А это из набора для парикмахера. Тут еще ящик. Сюда я сложила все остальное. Вот это еще щеточка была. В общем, другие принадлежности. Здесь у фена, кстати, можно менять насадки. Вообще просто шикарно! Просто супер! Это так мило! И так все классно сделано! Я вам серьезно говорю, если хотите обрадовать ребенка, ну или саму себя, вот эта фирма! Они очень классные игрушки делают! На втором канале видео с идеями для подарков. Там, если что, есть все ссылки, если вдруг меня будут спрашивать. Но это просто что-то с чем-то. Посмотрите, какой крутой! Все так классно сделано! Все деревянное! Все просто мега! И Соня сейчас ложилась спать, и я ей говорю, а, я читала книжку про Шмяка, кстати, они тоже очень зашли. Надо все купить еще другие серии. Прям супер! Я говорю, тебе понравились подарки? Он говорит, да, Сава! Сава! Я говорю, да, Сава подарил! И Иоанн! Я говорю, ну они тебе не только это подарили! Он такая, да! Я говорю, да, там еще подарочек, столик. Хотя мы ей показали это через коробку, когда перекладывали в машину. Он такая, да, а где? Я говорю, нам надо с дедушкой собрать, завтра утром проснешься, увидишь. Так что день подарков. Кроватку со стульчиком туда поставила. Вот эту штуку мы сейчас временно уберем. Хотя, на мой взгляд, это крутая вещь, но она последнее время к ней не подходит, поэтому я пока ее разберу, ну уберу в кладовку на пару месяцев, потом опять достанет, потому что все это, это на много лет такие подарки. Столик тоже. Вот, кухню пока оставлю, с кухней она без конца играет. Вот этот стол тоже. Вот коляска добавилась. И вот кроватка с этим. Ну короче, детский уголок тут конкретно. И вот здесь вместо доски будет сейчас это. Просто фу, реально. Реально она противная. Еще с утра ее пить. Ну, ладно. Уже полпути пройдено. Еще полпути. Так что я спать. Всем спокойной ночи. Увидимся завтра на колоноскопии. Шучу. До и после. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok